МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Григорий Прококович. Я заведующий лабораторией в области технических систем, кандидатский наук в концерте. Несмотря на то, что наши лаборатории практически только два месяца еще нету, нам разрешили открыть лабораторию как в начале этого года. Мы на науке уже 10 лет, науке в образовании, поэтому для нас на самом деле этот классический перевод наукообразование и происходство, это действительно у нас работает, было так крутище, и одною, наш доклад сегодняшний будет вполне много полезен. Мы сегодня с вами поговорим о роботах, дизайнерах, будущих инженерах и не только. Очень часто, когда мы встречаемся с представителями здесь массовой информации, людьми на выставках, очень часто задают этим тот же вопрос, как буквально моему коллеге на предыдущем задание, когда роботы завоевают мир, очень, конечно, часто вопрос номер один, не знаю, либо очень хорошо сняли фильм, вот, с таким же успехом, это в кавычке с Кансеном, человек всегда заработал очень много эффективных средств массового поражения, но почему-то эти страшные вещи практически 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 не спрашивают, а все время спрашивают, а завоевают ли для нас роботы. Это нам даже с точки зрения ученых стало известно, почему же это так происходит. Ну, по сути, о роботах люди мечтали уже очень давно, так как программисты это знают, человек, по сути, очень ленивый человек, ой, существо очень ленивое, всегда он хотел, чтобы за него кто-то выполнял эту работу. По сути, упоминания о роботах есть и в мире, вот, в Древней Греции, когда Ефест создавал это существо металлическое, которое было подобное для человека. Поэтому в разных поданиях очень много встречалось. Но вот уже само слово робот, в принципе, первый раз просвещал в 1920 году в пьесе чешского драматурга «Росвучь универсал робот». А так как это чешский язык, очень близко к нам, слоянский, то, в принципе, по аналогии очень понятно, что он имел в виду. То есть это робот, связан с работой, сложный, многое слово «фкалмане» – это тоже основные слова «работа». То есть он назвал словом «роботом» человекоподобных механических существ, интеллектуальных видов, которые выполняли за людей работу. На данный момент, в принципе, роботом мы называем универсально-автоматическое устройство, которое он может выполнять. Внешне оно, может быть, и не похоже на человека, но оно должно автоматизировать какую-нибудь его физическую деятельность. Иногда и уже интеллектуальную деятельность, но это уже близко с искусственным интеллектом. Почему лишний раз я указал на этом слайде данные два определения не борются за то, за звание, самое лучшее определение? Ну, хотелось бы его придерживаться, потому что, если честно, так как эксплуатировали слово «интеллектуальный», то это уже на самом деле в некоторых кругах является слово «рукательное». А мне, как преподаватель, уезженному это достаточно обидно, очень важно, сложное слово. А интеллектуальным сейчас можно все называть. Конечно, самое для меня было шоком, но именно по рекламе, что назвали интеллектуальным даже порошок. То есть, если сахар растворяется в воде, он в интеллектуальный, значит, ему надо растворяться. Понимаете, очень какой-то маранцер. Поэтому, по сути, робот – это электромеханическая система, которая должна иметь, как в идеале, систему передвижения, систему манипулирования. Обязательно должен быть гарантом. Чаще всего он есть в присутствии, в процессе функционирования, либо если робот полностью автономный, и все равно он будет вначале, чтобы залить его программу. Поэтому, когда часто говорят, чуть ли не на светофор, что это робот, ну, это вообще никакие ворота не идет. Даже есть у меня очень гениальный друг и товарищ, коллега. Мы с ним часто спорим, является ли роботом наш белорусский спутник. То есть, несмотря на то, что действительно, устройство было бы сильно сложное, сколько степени подвижности, но он не обязательно будет роботом. То есть, той функции, чтобы человек летал с антенной и смотрел на нас нет. То есть, робот может быть космический, он чинит корабли, перебегает какие-то объекты, помогает создавать новую лунную базу, но спутник, уже извините, это не робот. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы все назывались своими именами, и тогда, я думаю, порядок должен быть, законы издаются. Нет еще закон на научной сети, но, я думаю, возможно, к этому мы и придем. Само же уже слово, в принципе, робототехника, английского рватикс, был в обращении всеми нами известный, я думаю, любимый, Айзек Азимов. В принципе, начиная даже с своего первого произведения Робби, он уже писал о как раз таких человекоподобных, механических, искусственных существах, которые нередко были даже умнее самих людей. И потом, буквально в 1941 году, он ввел такое слово роботикс. Мы называем это робототехника, как бы есть небольшие споры, иногда уже роботика, я видел, полная транскрипция у нас, но, в принципе, это не тема нашего разговора, но мы понимаем, что под робототехникой это те искусственные механизмы, которые должны заменить человека. Если это делает человек, ему здесь больно, сложно, трудно, либо вообще лучше бы он здесь не находился, и мы заменим его не механическим, а электромеханическим существом, вот это будет робот. Ну и, в принципе, робототехника достаточно большое понятие. И, если вкратце я мог бы сказать, мое любимое выражение, что робототехника – это вершина автоматизации. А так как мы находимся, принято, в стенах КВД, это тоже программисты с автоматизатором, в принципе, самое идеальное, уже больше, как восприятие самого человека, но я пока не на данный момент были с нами. То есть робототехника – это, в принципе, та вершина, к чему мы будем идти. И она очень интересна уже специалистам всех различных, ну, не только технических. Если посмотрим на это последнее, то есть глубокое познание самого человека. То есть почему люди очень… еще такую внеземную цивилизацию, очень больше со стороны посмотреть, как же мы себя представляем. А если мы создадим робота, вот интересно со стороны посмотреть, как он развивается, будут ли те же законы эволюции использованы, как у нас или нет. То есть очень интересная область, поэтому роботом занимается очень многим. Свои профессиональные деятельности я уже встречаю и философов, и психологов, и нейрофизиологов. Они уже, говорят, что мы тоже робототехниками занимаемся. И это приятно, что есть с кем поговорить на более сложные вещи. По сути, в свое время робототехника появилась именно промышленность, то, как мы можем ее сейчас видеть, это в 50-е годы, когда, слава богу, закончилась война Вторая мировая, надо было накормить человечество, все хотели дешевый товар. И, в принципе, тогда уже стал вопрос о массовом производстве, тогда пошли промышленные роботы. И вот, в принципе, она сама робототехника ретилась не с нуля. Очень много было уже сделано, были первые наметки на стандартищику. И, в принципе, робототехника базируется на трех таких китах, как механика, электроника и информатика. Но, в свою очередь, робототехника не жадная, она сама подталкивает те указанные три науки, на них совершенствование. То есть, если бы не было роботов, не было каких-то определенных задач, они бы не росли в другую область. То есть, если бы не научились на персональном компьютере запускать игры, то, возможно, такими дешевыми производителями сейчас не были. То есть, мы видим, в принципе, какие уже направления сама потягивает робототехника. Все вот эти вот дополнительные, что появляются, мехатроники, сенсоры, датчики, без роботка невозможно, были бы не нужны. И тогда, возможно, уже не появились бы сейчас автоматические губер-машинки. С другой стороны, если посмотреть на робототехнику, то, в принципе, те первые три сферы деятельности, где могла быть использована, вот, нам скажем, перед глазами, это промышленность, медицина, социальная сфера. Однако, в процессе своей эволюции оказалось, что робототехника намного шире. Вы видите, уже роботы далеко шахнут за пределы заводов, и мы будем сейчас уже на улице, у себя дома, и я думаю, надо быть готовым вот такой довольно широкой области их использования. В принципе, если на данный момент, можно сказать, что робототехника прошла эволюцию по пяти позициям. То есть, это были промышленные роботы, а потом, когда появился лунноход, когда случилась трагедия в Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда понадобились строящие мобильные роботы, которые заменят человеку при ликвидации этих последствий, появилась экстремальная робототехника. Потом, ближе уже к 90-м, и тем более, к началу 2000-х, появились так называемые сервисные роботы. Это роботы, которые уже выполняют непосредственно некую функцию человеческую, ну, например, как бы дистанционная робота-вода, которая на расстоянии за полном управлении сидит может даже за нескольких километров в квартирной роботе и может оказать первичную помощь. Также мы уже ставим свидетельство по появлению таких, в таком направлении, как домашний робот. И вот, мы сейчас стоим на втором направлении по появлению персональных роботов. Знаю, даже в конце прошлого года в начале этого открывается очень много стартапов на территории Белоруссии и за рубежом как раз все борются за вот это направление персональной робототехники. Возможно, многие даже не понимают этого, когда пытаются в свой смартфон загрузить функции интеллектуальной, в принципе, это к тому идет, что мы скоро ставим свидетельство по появлению персональных роботов. По сути, куда же дальше далеко будет расти робототехника? Это должны быть высококачественные сенсорные системы, обязательно медитализация, буду, неспостроение, чтобы была достаточно большая анеклатора. Энергия и независимость очень важна в коллективном поведении и, конечно, искусственный интеллект. Тут, как всегда, встает вопрос. Это как бы мировые тенденции. А где сейчас будет стоять Беларусь? Мы будем в хвосте, в середине, на гребне, волны. То есть, куда же мы пойдем? Есть достаточно мощное направление в свое время, когда мы решили сделать ПВТ, кто-то любит, кто-то не любит. Но результаты есть, есть рабочие места, деньги, валюта в страну. А что же будем мы делать с этим направлением, когда на подводе будет развиваться? Принцип с коллегами называем, что подвода уже сейчас началась по ровному робототехнику. Си первого было промышленное, 50-е, 60-е года. А сейчас будет уже, по-моему, интеллектуальная робототехника. По сути, вот, ваше внимание, предлагаю, у меня программа, мы написаны. Тут указаны по оси х, видно всем, это у нас идет года, по оси у, указана степень образования, начиная от дошкольного, среднего, специального и, естественно, высшего образования. В принципе, самым лидером, кто начинал робототехнику, это был тогдашний полиция, в 1983-й год, когда был основан факультет, сейчас он называется флитер. Дальше уже подключался к и непосредственно было как-то интересно создано информационных институт технологии Геннекова Владимировича. И, в принципе, видим, внимание робототехнику деляли только высшее образование. Потом уже ближе к концу первого десятилетия подключились дворцы детского творчества, мощные были организации когда-то в свое время. И, в принципе, в 2012-м году, когда Милевич Игорь сделал школу робототехники, можно сказать, пошел второй бум, но такой, видите, на уровне среднего образования и дошкольного. И вот с 2012-го года тут, в принципе, я указывал, даже где-то были ребята А вот Макс Лайф ребята Максим Масальский где-то был рядом с нами. В принципе, вы видите, календарная технология доросла до того, что робот не стоит 10 тысяч долларов какой-то элемент. То есть, промышленная робототехника можно вывести в каком-то роботе это уже за полсоти тысяч долларов. А когда элемент на базе стала до того дешевая, простая, программная технология для того доросли, что стало достаточно удобно и быстро пользуются. Видите, какой скачок. И как бы не было смешно, высшее образование тут уже пока эти как-то, слава богу, все стоят на своем месте, все работают. Но сейчас очень большой скачок это здесь. В какой-то мере на самом деле бизнес, мы немножко с этим боремся. Здесь не так образовается как бизнес, но они есть. Детки туда ходят, чему-то учатся. Если не потратят этот интерес, перейдут в курсы, закончат. Специалисты на него придут в ПВТ или к нам в науку. В принципе, мы все равно довольны, что это происходит. Возможности, как-то здесь представители частной школы в водотехнике есть, я не указал. Я, по крайней мере, указал лично, если не официально главу директора либо ведущих людей в этих фирмах, я конкретно знаю, возможно, еще есть как грибы, или больше, или как грибы. Но сам факт, что востребованность есть. Хорошо. Востребованность есть, мы это видим. Но чему мы будем учить их? Чему мы им покажем? На самом деле, некоторые преподаватели, ученые, иногда даже не обидно, я не знаю, завидно, не знаю, как подобрать синоним, потому что я уже по роду своей деятельности не ходил даже по Минску, не говорю же, по республике могу встретить женщину, не обещая, там, чуть ли не преклонных лет, и у нее такой пейджер преподаватель робототехники. Позвольте, я в свое время 5 лет от работы был не обучен студентом БМТУ на кафедре по личной робототехнике, у нас даже там преподаватели не могут похвастаться, не стоит пальцем, что я робототехник. Если мы смотрим на предыдущих слайдах, это специалист высокого класса, который знает в тех трех этапах самых мощных информативных, троника и механика, и если разбить полиции те слайды, то есть это очень может преподавать должен быть. А тот, кто взял просто конструктора Лего и по сцену, он просто повторяет как обезьянка, но это на самом деле меня даже обижает. Поэтому вопрос, к чему мы будем учить детей? к чему те фильмы, которые, конечно, занимаются образованием детей, если они уже обучат робототехнике, а что они будут делать в кузе? Какая их концепция, какие их видения, какие мероприятия, то есть если дети понимаете, в свое время, можно подготовить как бы горячих детей, которые уже понимают, сколько робототехники берут, а у нас кузы не готовы, у нас слабо вырезает техническая база. И опять вот этот дух просто уйдет, весь пар идет в дунок, и, конечно, тоже в пол. Поэтому один из вариантов в свое время мы еще и с 2010 года уже начинали возить студентов в Москву, там спортивная робототехника естественно намного быстрее пошла. Здесь слайд буквально опять те роботехнические мероприятия, в которых мы непосредственно сталкивались, либо сами участвовали, либо с их идеологическими лидерами работали. То есть по этим направлениям естественно мы и предлагали тогдашим руководителям кузов давайте вводить спортивную робототехнику, хотя бы еще в регатах. Ну, слава богу, опять это не сверху, а снизу очень много подключилось людей, там даже и в Вознавр за собственные деньги организовало множество мероприятий и распространение робототехники. Ну, слава богу, это начиналось, это закрутилось, в конце прошел года мы ставили свидетельство группа ФС Беларусь первого, хотя, естественно, в России он уже давно был год, но, слава богу, у нас нафтанули. Ну, дальше. А, на какой материал на сегодняшнем базе мы будем учить? На этом же слайде опять же показывают те знаменитые всемирно известные роботинистические конкурсы, на которые сейчас идет образование в ведущих фирмах. Ну, там, в принципе, более-менее доступно это Лего всем известный, а в некоторых вузах, колледжах есть в Хреста Дидактикс. Робот роботина является основой для проведения международного конкурса WorldSkills компетенции мобильная робототехника. Но, в принципе, вот эта вещь, я бы еще знали, когда были студентами, но когда мы уже перешли в долгую заниматься промышленной робототехникой, в принципе, вот этот робот АК-1, он создан 3000 евро. На 2008-2009 год, помните, еще до наших законопроектов, это, можно было купить хорошую машину. Ну, естественно, кто ученому даст 3000 евро за вот эту штучку? Ну, это не в масштабе, это буквально вот, ну, наверное, как сплав взрослого человека. Это, естественно, Куала уже шестиколесная, еще там просто космические деньги. Ну, благодаря тому, совершенствуя, что подключились гиганты мировые, вот эти конструкторы, вот, например, Феста Дидактик последнего поколения сплавы совсем сейчас стоят в районе 9000 евро. Ну, благодаря тому, что подключились к фирме, ну, достаточно, может, уже там за 500, до 100 тысячам можно купить конструкторы. Ну, естественно, так как мы преподаватели, ученые, мы видим, что несмотря на то, что это рабочие вещи, все равно они не способны, не способны качественно показать все эти гитары фототехники. Очень сложно на них сделать. Если мы возьмем идеальный робот, то механика, электроника, они должны быть работать в цепке. Мне очень сложно найти, либо если, опять же, в мою обыдность, я начинал работать в институте физико-техническом, буквально, Чиротологии на Купреюче, ходить по заводу, встречается с человеком, говорит, я робототехник, вот я робототехник, либо тот подойдет, и тот робототехник, приходишь, а он может только заниматься электроникой. Либо он только механик, либо кто-то просто жмет на кнопки. Ну, какие-то свежие вопросы задать человеку. Он знает свое дело, как инженер, что хорошо работает на производстве, но это не робот технику. Тяжело дальше двигаться как-то. Вот, поэтому теороконструкторы, что мы продемонстрируем на предыдущем слайде, вот в принципе реальность, всегда есть что-то недостаточно. Либо на каком-то конструкторе можно механически поработать, вот, попрограммировать, новую электронику ты не надеешь, ну, например, как свежие лего. Что внутри этих коробочках, из чего состоят эти сенсы? Ну, естественно, либо если будет на Discovery How It's Made, либо в интернете кто-то разобрал, какой-то ребенок может дойти. Но непосредственно занятие, вы не найдете ни одного занятия, где дезэнклирует какой-то датчик, копает спорный расстроен. Вот. Ну, то же самое, какие-то полностью готовы, только программировались. Поэтому, когда мы преподавали в интернете, конечно, хотелось сделать такого робота, чтобы мы максимум, уже чтобы не нулевая, то есть, пускай не полностью заполнена какая-то нишина, но хотя бы, чтобы она была не нулевая. Поэтому, так, первое наше, это техническое образование, мы получили техническое образование в большинстве в моей команде молодой. Плюс мы преподавали в кружках техническое творчество и по науке, когда мы занимались друг по поведению, когда нам моделировались и стала задача на множестве роботов продемонстрировать свой алгоритм, мы возвращаемся к тем, к тем, к тем, за одного робота, естественно, но никто нам это не позволит. Поэтому мы разработали достаточно интересную свою платформу, которую, как мы считаем, мы закрываем все какие-то робототехники. Это, начиная от механика, благодаря заплаты готовому реконфибрируемому корпусу электронику и естественной формате. В принципе, здесь на данном слайде показана эволюция нашего проекта. Это не является нашей основной, но попочкой. Но он есть, мы его демонстрируем, кто окончил выставку в зале, в центре выставочного зала. Вы можете еще раз подойти, познакомиться. Все начиналось точкой реальной, когда пригласили Республиканский Центр Интернетуально-Мистических Творчества Макайонки-12. Была лаборатория радиоэлектроники кучи деталей надо заниматься на фототехнике. А как заниматься? Ну, вот мы были первые прототипы, мы на эти выки показывали. Потом включилась первая нежная инвестиция в портал роботин-спивай. Были первые наши прототипы, которые мы демонстрировали на московских, ну, больше российских курсах, потому что раньше в Беларуси это было никому не интересно и негде было даже и не ставиться. Вот. Ну, наша была первая ошибка, что мы хотели реализоваться, выбрали достаточно интересное шасси. Вы видите, плата управления нашей сборки была шасси-ориентирована, было все хорошо, разные были модели, но до того момента, пока не начали перебои с этим шасси. Ну, я уже не говорю про качество, что оно стало лучше. Вот. Ну, мы двигались дальше, разработали уже плату, оторвались от вот этого формата, разработали плату собственного формата 1104. Вот. И, в принципе, с мая-то 2015 года подали патент. Тут в таком виде мы его еще не показывали, корпус, мы уже знали, как он будет выглядеть. Вот. И вот уже во время 16-го года получили патент на нашей конструкции. Поэтому спокойно сейчас ездить с ними по выставкам. Ну, что, что внутри я об этом говорю. Для сравнения, реконфигулируемый корпус, эти сравнись с всемирно известным Lego MyStorms, ну, как бы, придумали такое сравнение. Если Lego, да, это хорошо, хороший, добротный, искаженно, кирпича дом. Но, для быстроты, для качества, и, чтобы оснастить всех нуждающих, это наше панельное строение. Кирпичный дом панельный, достаточно быстро. Вот, видите, сюда можно вставить различные датчики. Это все делается на принтер, возможно, перейдем на 3D принтер. Вот. Ну, достаточно очень быстро. Можно прототипировать. А наша плата, в принципе, это, можно сказать, аналог четырехэтажной системе Arduino. То есть, у нас есть контроллер, есть драйвер-фигницы для колес, есть модуль диспроводной связи, а также усиленный аналог цифровой вход выбраны. И, в принципе, фулон. Тут указана одна из небольших нашего программы. Мы пытаемся писать на поддержку open-source фулон. Мы сравнили с весной дидактикой, но потому, что нам хотелось работать на хоболт-скидз. Принтер чурракон, у нее уже есть задание вопросов, что она хладная вещь, она не такая модульная, не такая универсальная. Бывает при решении конкретных задач очень много не хлюков и что-то не получается. А мы пытаемся писать открытый код. Например, у нас было в практике в общем-то, мы спортили Arduin одну кафедру и на наших роботах мы делали курс Герции. Так вот, чтобы ребята больше программисты, чем система техники, мы научили Arduino и DEM думать, что наша хлада это арбата ардуинка. Поэтому, если кто заялся на ардуине, мы написали библиотечку, скармливали ардуинный delay и спокойно работали. То есть с ПО больших проблем нет. Плюс мы также в Лабе разрабатываем свои технологии. Сейчас не проблемы вообще сделать Ethernet-робота, интернет-робота реального. Мы управляем роботами групповыми уже из других стран. Реально есть кейсы управления Сирана, с Грузией. То есть все работает. Все это технология программная мы можем это все сделать. сделать. И получилась такая довольно симпатичная линейка. Beginner, Student Professional. Для Beginner мы предполагаем, что начнет отец сын, он не предполагает программирование, будут программы записаны. Для Student мы хотим делать прозрачные шасси, чтобы студент полностью увидеть, что же внутри, какие-то взаимосвязи, какая интеграция. Потому что даже кто-то не сталкивался с техническими реальной задачей, тут вопрос вкладки проводов. Когда в Леге все хорошо, это идет снаружи, но все равно когда идет продажа, это должна быть коробочка. Как правильно и грамотно вложить провода? Вот этот вопрос то внестирушечные наборы они не ставятся, а вот наш более-менее приближен к реальному. Естественно, вот это все проблемы он видит, с ними студент борется и, естественно, в результате он получает хороший опыт. И вот с профессион мы уже встали на третий уровень. Сейчас плату компьютер разбирает вот нужно знать и в принципе работает уже на профессионной и только на верхней уровне. Там есть камера, 4 USB, аналогов входа в это. Ну, в принципе, в настоящем виде компьютер шибкий, отлично все работает, все хорошо. Сейчас мы используем матамочные библиотеки, но работа просто оформлена все, чтобы все делать через Qt. то есть сервис одновременный OpenCV, библиотеки Ошекадес, все можно уже реализовать здесь. В принципе, тот корпус, что мы выбрали, а, пошел вперед, проблема, как бы, не было странно и смешно, при разработке всевозможных конструкторов по роботам проблема, даже не выборе обрабатывающей системы, не в цвете, а как разместить дальше? То есть, когда ты хочешь определенное число дальше, ты на уголке будешь наклеивать, наживать, как это будешь делать? То есть, если есть конкретный конструктор, например, но лего еще более не универсальный, то можно как-то разместить, есть дополнительный набор этих элементов, но обычно очень сложно, то есть, даже, например, если мы возьмем от фестера ботина, там камеру покрутить, а все большинство дать большинство дальше уже с акцией, то есть, от себя не сделаешь контакт какого-то робота деймита, например, или робота помощника своей аудитории, вот. Ну, в принципе, я думаю, я положился, вот, вопросы? Да, давайте передал. Здравствуйте, у меня тут Кречик Никита, компания «Пеллашин». Григорий, спасибо. Просто, я думаю, лучше доклад за сегодня день. Приятный взамен. У меня вопрос, будет ли доступна презентация перед тем, как я скажу, основной вопрос для публики? Ну, в принципе, мы подрядовали подряд вку, я думаю, мы открыто в государственном учреждении, я думаю, мы поделимся. спасибо, огромное спасибо за что поделись с материалами, я построю бизнес, если коротко, мы как не пап, по сути, мы работаем с западной заказчиком, при этом за сетях проекта, в том числе и в этом сейчас заниматься бета-техникой. На этот момент меня, очень скажем так, схватила одна ваша фраза о том, что вы боретесь с частными компаниями, которые работают в сфере бета-техники с ДСМИ, мне это немножко не за мной услугу, вы смотрите, что это для них бизнес-зарма просто. Для того, чтобы я привожу заказ, соответственно, у меня надо, чтобы здесь был какой-то потенциал людей, отельных, которые это может заказ уходить. И мои мысли, вот эти компании часто, которые начинают простить и помогать этим развиваться бета-техники, они работают на пользу. Вопрос, почему вы с ними все-таки боретесь и зачем? Ну, на самом деле, опять же, если в цену взять, если я просто потребитель, мама, папа, это хорошо, мой ребенок как бы три дела, который даже роботами занимается, я же общаюсь с профессионалами, например, в России, в Бамонский Московский университет, кафедра роботчиничных систем, доктор, профессор Ющенко Аркадий Семенович говорит, никто к нам не приходит на первом курсе тех ребят, которые когда-то раз занимались в ЕГО, то есть, несмотря на то, что там они проповедуют, что они хотят растить инженеров, так, это та вещь, может быть, они не виноваты, в принципе, но нет простойки, когда люди наиграются с ВЕГО, а что дальше? Некоторые уже говорят, ну, то есть, возможно, если у нас сварка идет с Россией, сейчас спеет, но у них это реально проблема. Вот они говорят, а что дальше? Куда они тянут свой потенциал? То есть, когда просто, опять же, как мы, мамы, папы, сейчас непонятно, когда идет вопрос о высших кругах, вы просто не видите эту борьбу, когда эти фирмы борются за то, что с ВЕГО прийдут в ГУЗы, понимаете? Для робототехников прийдут сказать, давайте мы на ВЕГО будем учить. Когда промышленный робот делает трехмерную сварку сложной конструкции, там искры, АК-рин, видите, то есть, где вот этот робот и ЕГО, видите? Ну, они просто, это большая сложность. Все те фирмы, которые я написал, все, в принципе, прошли в ТВЕГО. В том или иномероприятии, может, мы даже не осветились, приходили люди к НАФ, ралили наших роботов, выходили в государственных чиновников, в ФИГБЭГО мы не получили, а они потом все равно продали в ВЕГО. Ну, то есть, нужный момент, то есть, если смотреть с точки зрения государства, нужен ВЕГО. Возможно, для мам, папы это хорошо, что они есть, но с точки зрения государства, чтобы мы тех ребят дотянули до ПВТ, это большой вектор. Они, может, в каком-то вроде перебивают их. Те, кто говорят, это достаточно. У них где-то все хорошо, больше мы ни к чему не стремимся. По-моему, мы уже написали очень устроенную экосистему, когда есть дошкольные, есть среднеспециальные, там, по-моему, трестящий слайдбок. Я, честно говоря, не ожидал, что у нас в стране есть вот такой базис. Вот как раз таки с темностью будут строены эти системы. Есть на Востоке, как же вы занимаетесь в мире, есть среди, есть специальные, есть... Просто я лично работал, опять, вот эти вот вещи я все знаю, обрутите всех. То есть, если здесь бизнес работает и за родительские деньги дети что-то получают, то вы, не знаю, меня не уволили, то вот здесь сегодня кто-то не финансирует. То есть, здесь, поигравши даже с тем же LEGO, пришли, а тут ничего нет. А что дальше? А, я понял, все, хорошо, ответственный вопрос, спасибо большое. Если можно, второй, вам будет очень интересно. Какие задачи ставят сегменты перед вашей лабораторией? Скажи, что это два месяца работаете при работе с сайтом? ну, то есть, мы работаем здесь на другой лаборатории, то есть, у всех, кто работает, мы просто выросли и нам поручили, то есть, доверие в целом лаборатории. Ну, в науке и в образовании мы 10-х, ну, когда сами закончили. Маня, но, какие задачи сайты перед текущим продам, зачем это создали? В принципе, мы решаем достаточно сложные, именно научные проблемы. самое красивое, чем я сейчас горжусь, это новый способ передвижения. Как мы считаем, среди этих домашних роботов, возможно, будут очень популярны сферические роботы. Все колесные, гусеничные, мы хотя бы поиграли, они такие, как бы, условия тепличные, а если бы робот будет ездить целыми днями по вашей комнате, там, в ванне, еще где-то, то, наверное, робот-белесос, вы не возьмете себе на коленке, вы его не погладите как шинка, вы его не помоете ванной. Он уже все равно вылезет, он накручивает, понимаете, это грязная вещь, которая просто есть, но сверху вы прокураете. А профессиональный робот вы вот должны взять по поводу с друзьями еще что-то. Поэтому на данный момент мы считаем, что это должен быть сферический робот. Он полностью герметичный, он может и главать, и в грязи помыть, все отлично. Но тут вопрос технический, а как составить его двигаться? Есть пять способов передвижения, есть куча патентов, все видели последние «Звездные войны», этот робот, все патенты все знают, это закончат производить, и они не дадут так, и у них есть свои недостатки. Ну, а звучит сейчас не буду, вот этот новый способ передвижения. Скорее ли мы делаем новый способ, то есть в этих же стенах, как мы в этом зале был недавно, в недавно, в того и кодовом, я там делал доклад от робототехники, микробологии, в принципе, там я хотел бы сказать, что классическое программирование, как мы привыкли, это все хорошо, но если мы говорим об интеллектуальных роботах, и запрограммируем, что их базу знания в начале, до какого-то его продаж, а дальше робот будет самообучаемым. И вот эти элементы, как мы можем самообучать, как поставить базу знаний, на какого-нибудь точку, вот это нам интересует эти вещи. Давайте, может быть, у нас совсем уже нет времени, еще два вопроса. Ну, скажите, если назвать вещи стоящими нами, робот это очень, так, науковелки, которые, вот что есть в Белоруссии, это есть образовательные робототехники, реальные робототехники нет. Пометен на промышленности. Да, вот это реально, робот у нас есть учебный робот. Нет, их не так много, конечно, на однодушенности денег, как в других странах, но они и есть, на Бурбане, тут на том же Погревича. Мы не видели ни одного робота, все они учились, да? Нет, 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 то есть в промышленности. Они и есть промышленности, но их очень мало. То есть сейчас и сразу... Мышленный робот, это высокая точная исполнительная стена, это хорошая приманка, бесконечная, это так, правильный. Это цифровые системы управления. Ну, если, если ничего не изменилось, то вот опять через дорогу, мы, обычно, видели, правда, перегромнутого, классического робо-кума, которая, с помощью гидравлики, режет на заказ дорогимых людей, кровит. То есть у нас есть промышленности. И я делал систему управления под нее, это завод роботов, я представляю качество гиперметики и госуниверситета профессии в Казахстане. Вот мы для этой системы делали систему управления, это было 43 лет назад. Вот дальше все это загнуло, пропало. Но мне очень приятно отметить сейчас, что вот новый виток робототехники для Беларуси, и она начинает возрождаться с учебной робототехникой. Все тут же заводы опыта, мы еще не заводы с личной астразки, заводы в Кухгеллоне, они, нету с того, если вам больно, то есть я уже после меня озвучил, но, естественно, были в советское время и на пенсии мы возлагались в большие надежды на робототехнику, потому что распады СССР, это все как бы лимон, но вы правы, что много было у вас обещаний. Ну, хотя бы, если снизу мы пойдем, но хотелось бы, чтобы мы это делали крамотно, а не остановились на каком-то одном уровне. Вот самое слабое место в обществе это преподаватель, правильно? Высокоточные провода. То, что мы ставим сейчас в учебной робототехнику, там высокую точность не достигнет. Ну, я бы сильно не сказал, на самом деле, именно с точки зрения механики очень много что сделано. Очень много сделано с точки зрения электроники. На самом деле, проблемы сейчас с роботами, ну, если задать вопрос, почему они не ходят с нами на улице, это по проблемам информатики, как раз в искусстве интеллекта. А вопрос с механикой очень много вещей. Ну, вот сегодня как раз видел Хаминка Виктора, это директор фирмы Розум Роботикс. Вот, в принципе, в Беларуси есть фирма, которая хочет сделать, если не пропущен, то коллаборативный, именно робот-манипулятор. То есть, они покупают, но с лубейки уже готовы, то есть, ну, это можно сделать, а вот интеллект, это намного сложнее. И у нас выполнено рассмотрение адаптивное робот. Не говоря, а интеллектуальное, роботы, которые имеют нормальное дождь, реализируются в среде своего металя. Вот эти адаптивные роботы, они, ну, сами прыгают на интеллектуальное, а вот если... Нет, они у нас есть, если вы зайдете на наш стенд, там есть, видимо, участок в конкурсе в этом облаке, он адаптивный робот, но приедет по коридору на основе одной монополярной камеры. Давайте, может быть, сейчас в вопросе. А, как вы думаете, когда техника станет обязательность для изучения в школе? Нет, опять, часто же. Если мы могут прийти, в России очень большая как-то если государственная программа, но на самом деле мы в России убрали предмет информатики и ввели предмет технологии. Пошли тишины, ребята. Так вот, и стал вопросом, а что делать под этой технологией? Какое заложить ядро? И один из вариантов это была роботехника. Так? Вот. И на самом деле, как уже сегодня с собой Россия, такой спреймшки даже не было насчет издания нового учебника по истории. То есть, как я объяснял, это очень сложный предмет. Какой-то определенный узкий, так? Ну, конечно, может. Например, предполагают, в России есть предложение называть не образовательную робототехнику, а моделирование робототехники. Ну, было же здесь авиамоделирование, мотомоделирование. То есть, это моделирование, это не робототехника. Правильно, если даже меня спросить, как преподавательство, стажер, какими знаниями нагрузить ребенка в школе, я даже могу предположить, сложный консорсинг. Какой из той робототехники реальный, что надо в школе, это сложно. Поэтому, моделировать, какие-то вот эти входные препятствия, уберите, это обязательно надо делать. Но, это сложный вопрос, я вам не отвечу сейчас. Ну, и нужен ли это вообще? Спасибо, Крико. Еще? Хорошо. А скажу, что нужно делать современному школьнику, чтобы, скажем, прийти уже ступенду, уже иметь достаточно знания для того, чтобы изучать робототехнику? В принципе, достаточно копаться в одном из китов робототехники, в механике электроники либо информатика, и каждый уже может найти себе нишу. А вот интеграция с оседней на УГЭТ, это мы уже получили в лабораториях в практических ревузе. Давайте последний вопрос. А вот там первый вопрос. Да. Раз, я вам не представляю, интересно, спасибо большое за это. Такой вопрос. У нас конструктор, и он универсальный. То есть, в чем вопрос? Ну, для робота, я согласен, это сборка механики и программируем международной механикой. То есть, да, в зависимости нашего устройства от нашего воображения. Как мы соберем и запрограммированные основные праздники там, лобки, например. Хорошо, то есть, мы взбиваем электронику. Собьем внутренний, наградный, но это у нас сборка электроники и информатики. То есть, механики, вы, в любом случае, не отрезали всего это основные грибы. Но при этом контуинно дает возможность пользоваться электроникой как эффективность. есть отдельный облад, который будет создать свои решения. То есть, что да, абсолютно новое. Вы сказали, что совмещаете все перегибы, направления. Но где там у вас резинопада, в которой, по-моему, нельзя разрабатывать в свое устройство. У вас готовый корпус, который нельзя менять как-то. И у вас даже самый децентр разработан, программируем на 2. То есть, фактически таким образом у вас есть информационная часть. Ну, давайте я с вами соглашусь. Ясно, нашим патру управления. Почему она не универсальна? Если вы после этой рекламы не занимаетесь на YouTube, вы найдете наш канал Robotic.z.by. Это наш сайт. Там есть реальный кейс, как мы проверили это же действительно большого, сложного опыта. Причем, как вы видите, мой коллега в лесу запускает этот робот, а то им управляет другой коллегой вообще из этого. Вот. То есть, этого робота, эту нашу патру можно использовать в умном доме. То есть, она же универсальна. То есть, все, что вы можете сделать на Ардуине и все можно приятно всем датчикам, можно сделать у нас. Универсальность мы просто сделали немножко дешевле и для нас сложно сделать вот эти этажи с роботом интегрированным устройством. Просто удобно. Насчет корпуса тоже с вами не соглашусь. У нас там на столе сколько там, может 5-6 роботов. То есть, естественно, они не универсальны, мы можем с вами сделать что-то подобное статус свободы или боевую башню. Но если мы возьмем робота, мобильный, то есть, по сути, мобильный робот, интеллектуальный даже, его типовая задача. Это за ограниченное число времени, запаса энергии и первичной информации найти в неизвестной местности некий этот объект и доставить его в точку старта, либо его установку, либо информационную. Вот. Вот Бринсон, на самом деле, вот задача в мобильной робототехе. А он шестиугольный, либо на плоске наушку, как раз, сделать из него прототип робота-гида, или, наверное, помощника-транспорт на роботу, в случае, больше вариаций есть. Ну, если вы хотите рукооборужить, решить. Спасибо, подвигались в мобильной роботе. АПЛОДИМ 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 Ну, лично мне, что подвигались вопросы, поставить свой бизнес за парень, благодаря вам первые. Не знаю, насколько это будет вам, но возможно, если вы будете Инвестор-пототехнику впадает в выдающиеся очень любом.